Друзья, ну что я хочу сказать? У нас сегодня начало. Начало три дня. Три дня мы будем погружаться в Божье присутствие. Больше, глубже. У этого потока нет дна. Нам семь лет в церкви, но мы даже не из-за дня рождения здесь собрались в церкви на самом деле. Хотя это был один из моментов, которых мы хотели бы отметить в это время здесь. Ну, отметить, знаете, как поставить какой-то памятник в это время, сказать, что вот мы прошли эти семь лет. У нас было семь лет. Семь лет назад мы переехали в Благовещенск. Началось у нас наше какое-то движение, которое вот что-то растет, набирает какие-то обороты. И, друзья, мы назвали эту конференцию «Скиния Давида». Почему? Почему «Скиния Давида»? Я еще чуть попозже потом буду говорить, почему «Скиния Давида». Это после Нового года Дух Божий обращался ко мне, молился, говорил, «Господь, что ты хочешь от нас? В чем твое главное для нас какое-то видение, направление? Куда ты нас ведешь? Что ты от нас ожидаешь?» И я услышал такое «Скиния Давида». «Скиния Давида». Друзья, знаете, что такое «Скиния Давида»? «Скиния Давида» в Израиле в то время было три «Скинии». В Ветхом Завете, так скажем, было три «Скинии». Одна была «Скиния Моисея». Я не буду рассказывать ее об устройстве. Была «Скиния Соломона». Это место пребывания Бога. А была еще «Скиния Давида». «Скиния Давида» отличалась от «Скиния Моисея». Она отличалась от «Скиния Соломона». Потому что «Скиния Давида» нарушала правила. Она нарушала устройство мировоззрения того мира. Потому что когда Давид принес ковчег Божий, принес ковчег Божий в Иерусалим, он сделал комнату, комнату размером 10 на 10, и в эту комнату он поставил ковчег, и в течение 40 лет, в течение 40 лет, круглосуточно там проходило поклонение, там было круглосуточное пребывание Бога с людьми. Сам Давид заходил туда, это было запрещено. Вы знаете, что только первосвященник мог зайти к ковчегу раз в год, но Давид нарушил, и я предполагаю, что он же был пророком. Вообще он был, наверное, человеком из будущего, потому что он был человеком, которому было дано то, что нам с вами дано. Он заранее, за много веков до нас зашел и раскрыл то, что нам с вами дано. Он раскрыл Божье сердце, он коснулся Божьего сердца, он раскрыл его желание. Его желание было таково, быть с нами, пребывать с нами. Знаете, много лет я уже, я уже верующий много лет. И за свои много лет столько было целей, столько было каких-то горизонтов, столько мне говорили о каких-то горизонтах, я оставил какие-то горизонты. Я говорил, Бог от нас этого хочет. Потом меняли мы, мы постоянно искали что-то. И вот на этот Новый год я молился, говорю, Господи, что ты хочешь от нас? И он сказал мне, скинь я Давида, и я давно этого уже хочу. Я уже давно хочу просто пребывать с вами. Просто пребывать с вами. Понимаете, вот это жизнь, жизнь человека с Богом. Жизнь человека с Богом. Понимаете, наш Господь, он не очередной лидер, который решил изменить вселенную. Он пришел прикоснуться к нам и поселиться в нас. Знаете, у нас какое-то время назад приезжал пророк Валера Гусаревич, наш друг. Кто знает, кто соприкасался с Валерой. Он много говорит о Папе. У него было много посещений неба. И он много переживал о этой любви, папиной любви. И Господь призвал его говорить о нашем отце, о Папе. И вы знаете, мы с ним много времени проводили. И как только у него находилось свободное время, как только у него находилось хоть немножечко время, я видел, как он убегает в комнату. И мы жили много раз в каких-то путешествиях, были с ним в одних гостиницах. Мы специально выбирали один номер с ним жить. И я помню, захожу в номер. Как только у него время, захожу в номер. Лежит мужик, два метра ростом, и ревет. Папочка, папочка. Это так касается, потому что, знаете, он военный, он бизнесмен. Можно много про него что сказать. Но то, что меня касалось тогда очень сильно, и захватывало в его жизни. И то, куда Господь вел меня через его пребывание со мной, через соприкосновение со мной, это вот в эту жизнь, где у нас есть добрый, любящий папочка. Где у нас есть добрый, любящий отец. Я помню, как он приехал к нам в Благовещенск. У нас мы сделали небольшой выезд. И он учил о том, что папа есть добрый отец. Он добрый, любящий папочка. Вы чувствуете, друзья? Вы чувствуете? Он есть добрый, любящий папочка. Он всегда хотел семью. Он всегда хотел семью. И на собрании была одна сестра. И она погружалась в эти темы о том, что наш Бог добрый, любящий отец. Я помню, на следующий день она пришла ко мне и говорит, у меня был сон пророческий. Господь дал мне сон. Я говорю, что там? Что у тебя было? Она говорит, во сне я увидела папу, небесного отца. И он сказал мне, дочь, я наконец-то нашел тебя. Ты наконец-то услышала стук моего в сердце. И он ей говорит, позволь мне идти с тобой на работу. Позволь мне ложиться спать рядом с тобой. Позволь мне быть с тобой везде, куда бы ты ни пошла. Он говорит, я просто хочу быть с тобой. Вот это соприкосновение с его сердцем. Знаете, почему мы здесь собрались? День рождения. Да, у нас день рождения церкви. Но если мы собираемся за день рождения, мы мимо пройдем. Мы проскочим мимо. Мы пробежим мимо. Потому что самое главное то, для чего мы здесь собрались. То, почему Господь побудил нас вот этот зал снять. Небольшой зал. Но нам показалось, он такой, более такой, мы здесь вот очень рядышком друг с другом. Почему мы здесь собрались? Потому что он всегда мечтал эту скинь у Давида. Он всегда мечтал жить с нами. Он всегда мечтал касаться наших сердцем. Он всегда хотел не просто сделать армию каких-то религиозных фанатиков, у которых есть какие-то цели, цели, цели. Всегда главной целью его были мы. Главной целью его всегда были мы. Мы и есть его главная цель. Однажды один богослов задал вопрос. А что делала Троица, когда еще не было ничего и никого? Что делала Троица? Ведь мы знаем, что он был всегда. Это непостижимая мысль. Мы даже понять не можем, что это значит пока. Он был всегда. А что делала Троица, когда ничего не было? Когда не было земли, когда не было планет. Ведь когда-то же этого не было. А что делала Троица? А Троица пребывала в любви друг к другу. Пребывала в невероятной, всепоглощающей любви друг к другу. Мы сейчас ехали в машине, и пастор Сергей рассказывал. Позволь, я скажу, да, этот момент. Я не знаю, про кого он говорил. Про какого-то одного пророка, который в Америке, который пережил посещение неба. И он видел там, как там было облако. И там в облаке отец. И Иисус выходил из отца и говорил, и провозглашал что-то. Но я не помню, что даже он там провозглашал, что Сергей рассказывал. Но он обратно заходил от отца. Он что-то говорил, выходил из отца, и потом обратно заходил. И этот пророк говорит, знаете, почему он это делал? Потому что он долго не мог быть без отца. Потому что отец – это всепоглощающая жизнь. Это дыхание жизни. Это то, что для чего, ради чего. Это то, что, знаете, как отцы церкви, они говорили, Бог более познаваем, чем понимаем. Это то, что мы порой не можем выразить. Меня вообще удивляет то, что христианство решило, что оно все поняло. Как вообще можно понять то, что невозможно понять? Это уже ересь. Самая страшная ересь, когда попытались объяснить необъяснимое. Бог более понимаем. Был такой Августин, один из моих сейчас любимых героев церкви, первой церкви. Он как-то пытался понять троицу. Он пытался его разуметь. Есть такая история, когда он пытался его разуметь все. И он был у какого-то моря. И он увидел, как возле моря мальчик выкопал яму в песке. И носил с океана воду. И высыпал в эту ямку. И он подошел и сказал, мальчик, что ты делаешь такое? Ты зачем занимаешься? Ты зачем вычерпиваешь с океана эту воду? Он говорит, и этот мальчик посмотрел на него. А это казался ангел. И он сказал ему, это то, что ты пытаешься сделать. Ты пытаешься понять то, что невозможно понять. Ты пытаешься объяснить необъяснимое. Ты пытаешься то, что нужно познать. Бог более познаваем. Он всегда хотел поцеловать нас. Он всегда хотел обнять нас. Он всегда хотел, чтобы мы познали его. Не просто узнали. Я не против знаний, но познали. И скиния Давида – это познание. Скиния Давида – это познание. Скиния Давида – это его безумное желание обнимать нас, целовать нас, согревать нас. Это его безумное желание с утра до вечера, с утра до вечера быть потоком, потоком его сильной любви. Это есть цель всего. Это то, из-за чего все. Это то, почему мы здесь с вами. Это то, почему вы приехали, кто-то приехал. Это только из-за этого, друзья. Поэтому я хотел бы сейчас, чтобы мы встали, друзья. О, Иисус, спасибо тебе. И поплыли в потоке. И поплыли в потоке. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, Иисус, Иисус. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, Иисус. О, какое волшебное имя. О, какое сладкое имя. Иисус Спасибо за просмотр! за нас и стал с нами а то спасибо что ты взял нас и воскресил с собой на третий я сделал нас с собой одну и разрушил сибирь разрушился разрушился приказ чтобы создать знамени чтобы воссоздать это чисто Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Родаш, Господи! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Не будет иметь успеха Орудие пламя Великий Бог живет во мне Благодарим Тебя, Иисус Господь мой Я победитель В Духе Святом, в Господе Я силен наследник царства Исполненный Духа радость Радость Господи Радость Господи Радость Господи Великая сила Радость Господи Радость Господи Великая сила Радость Господи Радость Господи Радашь, Господи, великое сило, радашь! Радашь, Господи, радашь, Господи, радашь, Господи! Хвала! 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 Великая сила! Хвала! 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 Великая сила! Аллилуйя! Мы рукоплещем Тебе, наш царь! Мы славим Тебя в единении сердец! Мы с нами, сердцем, душой, духом, телом, мы двоим! Пленяем свой разум по слушанию Тебе! Дух Божий, Дух Божий, двигай! Дух Божий, двигай! Нами рукоплещем Тебе! Дух Божий, Дух Божий, двигай! 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 Родость, Господи, Великая Сила, Родость, Родость, Господи, Родость, Господи, Великая Сила, Родость, Господи, Великая Сила, Родость, Родость, Господи, 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 Родость, 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 Р Тебе мой Спаситель. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель. Хвала, мы воздаёмся всю славу! Хвала, хвала, Тебе мой Спаситель. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель Иисус. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель. Халлилуйя, Рукоплещем Тебе, Господь, Постою все самое. Прямо шара, та-та-та-цей, Щеламо тратен рейс. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель. Хвала, хвала, Тебе мой Спаситель. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель. Хвала, 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 Тебе мой Спаситель. Иисус, Тебе вся слава. Хвала, Иисус, Ты причина, по которой мы здесь. Хвала, Ты наш Царь, Ты наш Бог. Хвала, Ты наш Учитель, Ты Мессия, Ты друг. Ты наша жизнь. Хвала, 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 милостивый Господь. Хвала, наша жизнь, Иисус, Тебе мой Спаситель. Дыхание жизни нашей. Хвала, Иисус достоин славы. Хвала, Иисус, наша жизнь. Хвала, Иисус, Тебе мой Спаситель. Хвала, Иисус, Тебе мой Спаситель. Хвала, Иисус, Тебе мой Спаситель. Иисус, Тебе мой Спаситель. Хвала, Иисус, Тебе мой Спаситель. Иисус, Тебе мой Спаситель. Свой покой Принес Он в этот мир. Дух Святой Свободу свою излив. Иисус, Тебе мой Спаситель. 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 Как велика милость Твоя. И глубока любовь Твоя. Я захвачен Тобой в объятья Твои, Дух Святой. Дух Святой. Иисус, Тебе мой Спаситель. 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 Шторм и Дух Святой свободу свою излил. И верю я, мы с Тобою навсегда, мы с Тобою навсегда. Иисус, Ты добрый пастор, Ты ведешь нас за рукой. К водам тихим, Ты принес шалом. Ты есть настоящий мир, Ты есть настоящий покой. Ты укращаешь штормы. Дух Святой принес свободу. Такую свободу, что перед нами открыта трапеза ввиду врагов. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и любовь. Как велика милость Твоя и глубока любовь Твоя. Я захвачен Тобой. В объятия Твоя и глубока любовь Твоя. Я захвачен Твоя и глубокая. По объятиям Твои. Дух Святой. По объятиям Твои. 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 Слава тебе! Слава тебе! Нет имени выше Его на небе Вся хвала, Господь тебе Нет имени выше Его на небе Нет имени выше Его на земле Имя Иисуса Нет имени выше Его на небе Вся хвала, Вся хвала, Господь тебе Нет имени выше Его на небе Нет имени выше Его на земле Нет имени выше Его на небе Нет имени выше Его на земле Нет имени выше Его на небе Нет имени выше Его на небе Нет имени выше Его на земле Нет имени выше Его на земле Нет имени выше Его на земле Имя Иисуса превыше всех Нет имя Иисуса превыше всех Ты тот, кто измерил пятью небеса Нет имя Иисуса превыше всех Нет имя Иисуса превыше всех Нет имя Иисуса превыше всех Небо престол Его Земля под ножей ног И Царство Его всем обладает Он Царь Других имен нет из имя Иисуса 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 Имя Иисуса, имя Иисуса, Других и плотных, Имя Иисуса, имя Иисуса, имя Иисуса, Имя Иисуса превыше всех, превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса превыше всех, превыше всех, превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса превыше всех, превыше всех, превыше всех, превыше всех. Имя Иисуса превыше всех, превыше всех, превыше всех, превыше всех. Славим Тебя, славим Тебя, славим Тебя, Иисус. Других имен нет, есть имя Иисуса, других имен нет, есть имя Иисуса. Славим Тебя, 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 славим Тебя У! Шок! Других имен, нет, имя Иисуса славно, имя Иисус, твое имя выше других имен, выше других имен, выше, о Иисус тебе слава вся. Твое имя выше других имен, выше других имен, выше других имен, выше других, о, о. Твое имя выше других имен. Твоё имя выше других имен, выше других имен, Субтитры делал DimaTorzok Иисус Ах. Иисус Ах. Иисус Ах. Иисус Ах. Иисус Ах. Слушайте, если этот праздник только для меня, я удовлетворен. У меня штырь и так, что, я не знаю, меня как-будто просто наливают, наливают, наливают. Есть единственное, могущественное имя Иисус. Сильнее этого имени нет. Рак, кикос, пипос, мемос, миомы, треомы, бомбомы, аварии, комы. Какие имена еще вы знаете? Долг, ипотека. Ипотека. Отец Владимир взял ипотеку на строительство храма. Но когда начал платить, потерял веру. Ипотека это плохое имя. Могущественное имя Иисуса. Могущественное имя Иисуса. Нам нужно найти себя в нем сейчас. Обнаружьте себя в глубине Бога. Он сокрыл нас, просто спрятал нас в неисследимое сокровище. Имя свое превознес над всяким именем. Враги, какие бы они ни были. Долги, имена, болезни. Я не знаю, какие имена есть на этой земле. И что может быть могущественнее имени Иисуса. Могущественнее имени Иисуса. О, Иисус. О, Иисус. Нигара, когда... Вот я хочу пригласить немножко Нигару. Она расскажет сон свой, который был у нее сегодня, когда она летела в самолете. Господь ей дал сон. И мы верим, что это для этого времени. Она видела ангела во сне. Которая действует здесь. И у которого есть маленькие секреты. Вообще, у нас несколько снов было. Перед этой конференциями, где посещали ангелы. Разные ангелы приходили и называли имена. И говорили, как они будут действовать, что они будут совершать. И, друзья, поверьте, под лежачий камень никогда вода не побежит. Никогда не побежит вода. Это то, что нужно просто, знаете, как губка в себя взять. Это то, что нужно просто взять. Я хочу. Я не понимаю, но я хочу. Я приглашаю моего близкого друга. Я потом еще ее буду представлять. Хочу, чтобы Нигара рассказала свой сон сегодняшний. Когда она летела в самолете. Потом мы продолжим поклоняться. Я верю, что поклонение это ключ для того, что будет здесь происходить. Давайте мы поприветствуем ее немножко. Шалом всем. Рада быть вместе с вами. Это просто для меня такое легендарное, наверное, место. Вообще легендарная история. Наша встреча с Денисом. И все, что происходит дальше в моей жизни, это благодаря этой встрече, нашему столкновению пророческому. Это Божье столкновение. Я верю, что сегодня у вас тоже, те, кто приехали из других городов на эту конференцию, у вас тоже будут происходить эти Божьи столкновения. И это сон, наверное, одно из того, что будет здесь происходить. И я поняла, почему Денис сначала сразу дал это сказать, чтобы мы уже могли принимать это. И сейчас, даже когда я не могла там долго стоять, я сидя, но я руку поднимала, потому что я знаю, есть такой ангел, который будет забирать, оснащать. В самолете, вот в этот раз, когда я летела, вижу, вдруг на небе появляется такой ангел. У него такая белая одежда, интересная одежда была. И он так летит, и такие крылья большие белые. И вижу, что он только подходил туда, где руки были подняты. Две руки вот так подняли, и чем выше поднимали, он подходил, видел, подходил, их забирал, забирал. И много-много рук было. А некоторых рук не было. А я слушала песню, мне очень нравится, эту песню я часто слушаю в самолете, я в твоей любви. Мне очень нравится. Я раньше даже говорила, папочка, потому что я часто пою эту песню, есть возможность только в самолете больше эту песню петь. И ты мне, говорю, даришь вот эти самолеты, полеты. И этот сон об том, что чем больше мы будем поднимать руки и говорить, что я здесь, я этого хочу. Вот то, что вот эти слова такие сильные, да, выше имени Иисуса ничего нет, только Его имя. Вот выше. И когда мы это хотим, принимаем, и ангелы будут захватывать, забирать нас. Поэтому хочу просто вас попросить, это ключ, наверное, один из вообще важностей, да, когда ты можешь принимать. Не просто быть зрителем, не просто быть участником, не просто от одной конференции до другой конференции доехать, и не меняется жизнь. Самый простой вообще, ключ, наверное, когда мы готовы принимать. Раз вы приехали, у вас есть желание, у вас есть жажда, да, что-то вы хотите еще дополнительно принимать. Поэтому, да, вот женщина правильно делает, руки поднимает выше. И во время поклонения, да, уже ангелы здесь, они видят, насколько мы хотим этого. Ну, не просто вот так тупо, а реально жаждать этого. Я видела, что Денис больше всех скакал. Больше всех. И это так работает. Поэтому, аминь. Мне всегда больше всех надо. Давайте встанем, друзья. Здесь просто поток есть. Я знаю, что, может быть, может быть, кто-то от суеты сейчас еще отрывается. Для кого-то это процесс. Кто-то быстрее прыгнул в реку. Кто-то быстрее пошел на глубину. А кто-то, может быть, но это наши. Один из ранних мужей Божьих когда-то сказал такую фразу. Жизнь человека с Богом зависит от двух неравных, но равнонеобходимых усилий. Божьей благодати и человеческой воли. И человеческого позыва. Человеческая. Друзья, Нигару увидела во сне, как люди поднимали руки. Начинали хвалить, поклоняться. И ангел, который летал, ангел с крыльями, он высвобождался, действовал. Друзья, давайте поднимем свои руки. Давайте вспомним заповедь. И нет имени больше, чем имя Иисуса. Могущественное имя Иисуса. И я просто на этом месте сейчас высвобождаю силу имени Иисуса. Я говорю, сила искупительной силы крови Иисуса. Нет больше силы, чем в силах имени Иисуса. Давай будем молиться сейчас. Могущественное имя Иисуса. Иисуса. Находи свои звуки сейчас. Находи свои песни сейчас. Река-побзятая! Сочи, 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 не ultimate! Нет больше имени, чем могущественное имя Иисуса. Я беру власть на этом месте над всяким духом нечистым, над всяким удерживающим, Над всяким удерживающим, над всяким болезнью Могущественное имя Иисуса Я высвобождаю свободу на этом месте Я высвобождаю свободу прямо сейчас Поднимай еще свой голос Я высвобождаю свободу на этом месте Кремо на сей Кремо на сей Кремо на крем Твое имя выше всех других имен Твой престол превыше всех других престолов Боже, Твое царство выше всех любых царств Ты велик, превознесен И любая слава под Твоей славой И любая сила под Твоей силой Дух святой Всякий дух склонится Пред Твоим духом Ты велик, превознесен 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 Твое имя выше всех других имен Амин Боже, Твое царство выше всех любых царств Ты велик, превознесен Боже, Твое имя выше всех любых царств И любая слава под Твоей славой И любая сила под Твоей силой Ты велик, превознесен 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 Выше и выше на всем Ты превознесен Небо, престол твой Земля, подножие ног твоих И царство твое Всем обладает Ты велик, превознесен Ты велик, превознесен Ты велик, превознесен Выше и выше Ты превознесен 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 Ты превознесёшь, ты превознесёшь, ты превознесёшь. Небо открыто, преграды разбиты, Грех не имеет больше власть. Не перестанем петь тебе славу, Смерть победил воскресший царь. Нет тебе разных и нет подобных, Сейчас и во веки правит Бог. Здесь твоё царство, здесь твоя слава, Твоё имя превыше всех имён. Нет тебе равных и нет подобных, Сейчас и во веки правит Бог. Здесь твоё царство, здесь твоя слава, Твоё имя превыше всех имён. Здесь твоё имя превыше всех имён. Здесь твоё царство, здесь твоя слава, Твоё имя превыше всех имён. Здесь твоё имя превыше всех имён. Здесь твоё царство, здесь твоя слава, Твоё имя превыше всех имён. Ох, о-х, 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 о-х. Ох! 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 Эй! 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 Исус, и без сайла! Асанна, Асанна, поем Господь тебе Асанна, Асанна, на небе и земле Асанна, Асанна, поем Господь тебе Асанна, Асанна, на небе и земле Чудеса твои велики и любовь его сильна Все творенье прославляет великого царя Ты достоин вечной славы Ты достоин всей хвалы Принесут тебе всю славу народы всей земли Асанна, Асанна, поем Господь тебе Асанна, Асанна, на небе и земле Асанна, Асанна, поем Господь тебе Асанна, Асанна, на небе и земле Еще споем его чудеса велики И чудеса твои велики, и любовь сильна, и любовь твоя силь. Все творение, все творение прославляет кого? Великого царя. Ты достоин вечной славы, ты достоин всей волны. Принесут тебе всю славу народы всей земли. Амин! Асанна, Асанна, поем Господь тебе. Асанна, Асанна, на небе и земле. Асанна, Асанна, поем Господь тебе. Асанна, Асанна, на небе и земле. Асанна, Асанна, на небе и земле. Тех людей, кто не танцует Они составляют рукописание против вас Так что кто не радуется, не танцует Будут оставлены здесь В наказание Искуплять свои грехи Потому что нужно радоваться Нужно веселиться Потому что мы во Христе О, Иисус, спасибо тебе Друзья, присаживайтесь Я хочу вас просить Чтобы в эти дни Бог был более переживаем Вами, чем понимаем Потому что Что мы с вами ожидаем То Он нам и даст Что мы с вами от Него ожидаем То мы получим Я вам гарантил Я люблю очень часто говорить Что Бог это не учительница в советской школе У которого есть любимчики Нет, у Него все любимчики Но Он не такая учительница Которая выбирает себе особенных К ним является С ними работает С ними соприкасается К ним говорит Остальные Как бы Пусть Что будет, то будет То достанется, то достанется Нет, Он выбирает Тех, кто Его выбирает Послушайте Он выбирает Тех, кто Его выбирает Он выбирает Двигаться там В жизни тех людей Которых не устраивает Обычная жизнь Он выбирает таких людей Ищет Ему без разницы Будет ли это Мужчина или женщина Ему без разницы Будет ли это Маленький мальчик Как это был Каким был Молодой пророк Самуил Он был ребенком Он был ребенком Вы знаете, что Когда первый раз Самуил услышал Услышал голос Божий Самуил Самуил Он сделал вообще Ну Запретные вещи Вот это был человек Который Который еще Живя в те времена Так же, как Давид По побуждению Какого-то внутреннего сердца Будучи ребенком Он, скорее всего До конца Он не понимал До конца Что он сделал Неправильные вещи Он прошел В Скинии Это было еще Моисеево Скинии Он прошел В Скинии К Ковчегу И лег спать У Ковчега Это был нонсенс Это было невероятно Это было нельзя Только левиты Могли проходить туда Да Переосвященник мог проходить А он спал У Ковчега написано Это был один из этих людей Которых Которых влек Господь И без разницы Мужчина или женщина На всякую плоть Наверное, лет 20 назад Я услышал эту мысль И залью на всякую плоть Ему без разницы Какая плоть Ему нужно, чтобы эта плоть Вожелала Спать у Ковчега Ему нужно было Найти плоть Человека Который прорвался бы Сквозь все запреты Все запреты Разума Все запреты Людей Все Знаете Как бы Комплексы Если ты, может быть С детства Себя ощущал Недостойно Вот это они Это моя Это не про Бога Это не про Про то, что сделал Для нас Господь Это не про это Он выбирает Те, кто его выбирает Маленький мальчик Прорвался И спал У Ковчега Это была Скиния Давида Это был человек Который хотел Скинию Давида Это был человек Которого не устраивала Просто жизнь Как у всех других Это был мальчик И Господь говорит Кого? Ну кто? 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 Кто просто не будет Этим лежачим камнем? Кто не будет Этим лежать? Кто приподнимется Чтобы Вожелать Глубины? Этот был мальчик И он влек И этот мальчик Пошел к Ковчегу А Ковчег Это место его присутствия И он пришел К этому Ковчегу И лег там И услышал Самуил Самуил Друзья Он искал вот этих Всегда искал этих людей Которые Которые поймут Что Господь Он не хотел Знаете Создать армию Евангелистов Он никогда не хотел Создать армию Протестантов Вот ему не нравились Другие конфессии Он решил другую конфессию Создать Протестанты Потом ему не понравилось Что это протестант Он решил создать У протестантов Еще некоторых протестантов Когда я себе Задаю вопрос Кто я? Я вот допустим Задаю себе Я протестант? Я не могу Я не протестант Православный? Нет Я не православный Я сын Вот как мое сердце Откликается Вот то что у меня Звучит внутри Я сын Он пришел на эту землю Не просто создать Организацию На этой земле Было много И до этого Организаций Кто знает Из вас Что Буддистская организация Более нравственная Чем христианская Знаете что Буддисты Никогда не нападали На другие нации Они очень мирные Они очень нравственные Если бы ему Нужна была Просто нравственные Такие Знаете Люди Которые ведут себя Просто хорошо Просто он хотел Всегда Знаете Чтобы найти людей Которые хорошо Себе ведут Он бы взял Буддистов Кришнаидов Или каких-нибудь Других идов Он не связался бы с нами Христиане Нас делали Воин больше Чем Кто-либо Знаете Мусульмане Столько они воюют Сколько христиане воюют Он никогда Не хотел Себе найти Просто людей Которые Которые будут Просто хорошими людьми Вот он искал Хороших людей Мне нужна Группа Хороших людей Я ищу Хороших людей Где мне найти Хороших людей Нет А еще я хочу Чтобы эти люди Были Ходили И делали Он не искал Знаете Он не создавал клуб Где он Где люди Окунутся В моральные проповеди Моральных проповедей Вот так Вот в других религиях Всегда я искал Вот этих людей Детей Ему без разницы Какой возраст Кто скажет У меня уже не возраст А мне не возраст А это не я Это не про меня Я уже в возрасте Друзья Аврааму было Очень много лет А Яков Кто знает Сколько было Якову лет Когда он ушел От матери Больше 75 лет У него Иосиф родился 103 года Казалось бы Шеф все пропало Но для него Не важно Какой возраст Это мы ставим Какие-то Вот эти Ограничения А он ищет Тот камень Который приподнимется Чтоб под него Побежала вода Это мы Определяем уровень Знаете В реке Из-за Кииля Не река Определяла уровень Того человека Который шел По этой реке Нет Не река Это Входящий в реку Определяет Глубину Входящий в реку Определяет Глубину Взаимоотношения Там нет дна Там нет дна Там нет дна Друзья Он всегда хотел Чтобы просто Быть с нами Да Он не против Конечно Чтобы мы с вами Поехали в разные страны И рассказали Какой у нас Добрый отец Ведь что такое Евангелизация Это особенный Особенное мероприятие Этих Этой организации Нет Евангелизация Это поток любви Отца Вот всегда Что он хотел Он хотел найти людей Которые его Будут обнимать Которые Которые позволят Ему их обнимать Целовать Вести в глубину Отношения С собой И потом Чтобы эти люди Пошли Рассказали Какой любящий папа Какой добрый отец У нас Он всегда хотел Поселиться в нас Вот его задача была И это не теология Это не теология Я видел за свою жизнь Немало теологов Которые вообще Его не знают Они пусть его не знают Они знают Что это о нем И знаете Христианство Потихонечку Потихонечку Превращалось Просто В набор Каких-то Пониманий Понимания Пониманий Кто из вас Слышал Что Мусульмане Допустим Говорят так Ваша религия Такая сложная Вы учитесь 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 Сами разобраться Не можете В вашей религии Потому что Христианство Превратилось В попытку Все объяснить Объяснить это Объяснить это Объяснить это Объяснить это Вы не замечали никогда, что Иисус пришел в тот момент в жизни людей, общества израильского, даже взять если Израиль, в жизнь общества, когда они не умели читать? Вы замечали? Он не оставил им книгу. Вы слышите? Иисус не оставил книгу. Вы знаете, что Библия появилась, вообще была сформирована, это там третий век, когда уже письма были написаны, еще это там все. Он не пришел, не оставил книгу, очередной учебник, моральных проповедей, туда ходи, сюда не ходи. Он пришел к неграмотным людям, потому что он никогда, никогда, он не ставил себе этой целью просто набрать людей, которым объяснить новые правила жизни. Я не против правил жизни. Но почему-то я знаю много людей, которые знают все правила жизни, но его не знают, они его не знают вообще. И я глубоко начал сомневаться в людях, которые просто исповедуют христианство, что они вообще спасены. Потому что, когда я начал в последнее время разбираться в теме спасения, что такое спасение, 20 с лишним лет прошло, с момента, когда я принял Христа. Я начал разбираться, что же такое спасение. Уже тот, кто понял, что такое спасение, тот еще ничего не понял. Его вообще трудно понять. Это такая глубина, это глубина. И когда я начал разбираться еще раз, Бог, мысль, что же ты пришел сделать для нас на кресте? Спасти нас. От чего спасти? Разве ад всегда был нашей проблемой? Разве ад это не следствие наших проблем? Разве ад это главная причина, почему ты пришел? И знаете, я пришел к одной простой мысли. Он пришел спасти меня от моего одиночества. Он пришел спасти меня, потому что, знаете, душа болит от отсутствия, болела от отсутствия его присутствия. Он пришел поселиться внутри нас и стать рекой, стать вином. Да, он пришел стать вином, новым вином. Он пришел напоить нас сладостью своего присутствия. Он пришел спасти нас от нашего одиночества. Потому что нам одиноко даже друг с другом. Молодые люди думают, женюсь, выйду замуж, так счастлива буду. Кто понимает, о чем я говорю? Нет, это счастье, это счастье. Это счастье 100%. Ну почему так много разводов в первый год? Почему почти? Ну 80% молодых разводятся еще в первый год. Что-то не так, что-то не так. Соломон искал это. Он пытался понять, где же, что же такое, что же с ним. И потом он приходит к выводу, да кто вообще может в этой жизни наслаждаться без тебя? Ты мое наслаждение. Он пришел стать нашим наслаждением. Он пришел принести этот ковчег. Он и есть этот ковчег. Он и есть этот ковчег, который сошел на землю. Он пришел вернуть нас обратно в свое присутствие. Он пришел спасти нас не просто от ада. Он пришел спасти нас от ада нашего одиночества. От ада, нашей отделенности от него. И вы знаете, Дух Святой, это самое прекрасное, что со мной могло произойти. Вот я могу вам так сказать. Дух Святой, это самое прекрасное, что только могло со мною лично произойти. Это самое прекрасное. Потому что Дух Святой, это то, для чего пришел Иисус. Вы знаете, что Писание говорит так, когда Авраам, он выходил из своей халдейской земли. Авраам, это 12 глава ее бытия, Господь ему является и говорит, выйди, Авраам. Зачем Авраам вышел? Он говорит, для того, чтобы Авраам, в тебе благословились все народы. Я хочу благословить все народы, все народы. Авраам был подарком для всех народов. Но разве Авраамом хотел Господь нас благословить? Он говорит, в тебе, Авраам, благословятся все народы. А вот Давид, а вот Павел в своих посланиях, он объясняет, чем Господь всегда хотел благословить нас. Павел очень просто объясняет эту мысль. Это послание Галатам написано, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от проклятия закона, Сделавшись для нас, за нас клятвой. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамов через Христа Иисуса Распространилось на язычников. Чтобы нам получить обещанного Духа, верой. Дух Святой, это и есть цель пришествия Христа. Авраам вышел, чтобы через него пришел Христос. Христос пришел, чтобы взять на себя нашу вину. Умереть, взять на себя наши грехи. И чтобы больше ничего не мешало нам получить Дух Святой. И жить Дух Святой, это и есть цель нашей жизни. И, друзья, я в последнее время к своему, ну, к такому страшному удивлению обнаружил путешествие по некоторым церквям. Я не буду это делать здесь, но я проводил такой тест. Я просил поднять руки тех людей, которые уже больше десяти лет находятся в церкви. Которые себя считают спасенными. И подняли люди. Много людей поднимали люди. Я спросил, кто из вас никогда не переживал Дух Святой? Лес рук. И я говорю, подождите. Вы спасенные? Да, мы верим, что мы спасенные. От чего тогда вы спаслись? Что тогда? Что произошло с вашим спасением? Неужели наше спасение это просто? Некоторый набор мыслей. Неужели наше спасение это просто набор знаний, которые почему-то сохранят нас от ада? Неужели он пришел спасти нас просто от ада? Неужели он пришел просто спасти нас от той жизни, мучений, которая когда-то будет? А может быть, он в первую очередь пришел спасти нас от нашей отделенной жизни от него? Может быть, он всегда видел всю беду человечества? Не в том, что оно стремится в ад, а в том, что человечество оторвалось от него. И живет без него. И вся беда человека, это отсутствие Духа Святого у человека. И апостол Павел говорит о том, чтобы благословение Авраамова. Авраам! Ты будешь верный, через Тебя я благословлю все народы. Я много лет думал, Господь, чем Ты собрался нас благословить? Деньгами? Авраам богатый был. Ну, так же, как Авраама, благословить там верблюды туда-сюда, машины. Почему нет? Но Павел говорит, чтобы нам получить вот это благословение через Христа Иисуса, получить нам Дух Святой. А в Духе Святом мы получаем вот этот доступ к Отцу. Какое-то время назад я был в Санкт-Петербурге. И ночью я слышу такие слова во сне. Я слышу, как Господь обращается ко мне и говорит. Ты должен знать, что в послании Ефесянам во второй главе написано, что через Него, через Иисуса Христа вы имеете доступ к Отцу. Я сказал, да, Господь, я знаю, что мы имеем доступ к Отцу. Он сказал, ты не понимаешь. Ты должен понять, когда ты проснешься, прочитай это место Писания внимательно. Я сказал тебе, что через Христа ты получил невозможность прийти к Отцу, доступ. Ты получил абсолютное, стопроцентное пребывание в Отце, пребывание с Отцом. И моя главная задача была вернуть тебя в жизнь с Отцом, с Духом Святым и со мной. Друзья, что делала Троица до создания всего? Она пребывала. Зачем Троица создала нас? Зачем все появилось? Неужели для того, чтобы когда-то появилась организация с Крестом? Неужели ему просто нужна была очередная организация, где соберутся нравственно настроенные люди? Ему нужны были вот эти поклонники. Он всегда искал поклонников. Потому что Троица до сотворения всего находилась в поклонении друг к другу. Они поклонялись друг к другу. Они выражали свою любовь друг к другу. Они выражали миллиарды, миллиарды, миллиарды световых лет. Они выражали любовь друг к другу. Они выражали восторг от друг от друга. Потому что когда-то ничего не было. И был только Отец, Сын и Дух Святой. И они выражали величайший восторг друг к другу. И всегда эта троица хотела взять, найти еще кого-то, кому передать свою любовь. Это избыток любви. Это перенаполненность любви. Это такой избыток, избыток, избыток любви. Этого, для этого он пришел. Он просто не знал, куда вылить свою любовь. Вы послушайте, друзья. Но не создавал он религиозную организацию. Их много на этой земле. И так. И много религиозных людей, которые просто знают набор каких-то христианских правил. Это не их жизнь. Это не для этого он пришел. Он не пришел, чтобы просто научить нас, как правильно думать. Он пришел внутрь нас налиться. Стать рекой внутри. Стать нашей рекой. Стать той рекой, которая напоит нас. Утолит нашу жажду. Чтобы уже не спиртные магазины напоутаяли нашу жажду. И не другие. Не золото. Не деньги. Ничто не может никогда утолить в эту внутренность. Он пришел стать нашей жизнью. Он пришел восстановить скинию Давида. Ему так понравился этот человек. Ему понравился Давид. Давид, который почему-то в то время взял и нарушил все правила. Никто не имел права входить к ковчегу. Никто не имел права прорываться к ковчегу. Никто. Только первосвященник. И то, вы знаете, его привязывали веревкой. У него были бубенцы, которые, когда переставали звенеть, его вытаскивали, как дохлую курицу оттуда. Но Давид почему-то понял, что он не такой, что отец не такой. Что не так все. Нет, не так. Это не так все. И он построил скинию. Он построил комнату, палатку. И он взял ковчег, когда воцарили его. Когда он воцарился. Когда все колена пришли к нему и сказали, ты наш царь, а мы плод твоя и кость твоя, царство. И когда они пришли, признали его как царя, он сказал, давайте ковчег вернем в Иерусалим. И они начали это путешествие, возвращение ковчега в Иерусалим. Вы знаете, там было две попытки. Это два завета. Эти две попытки возвращения его присутствия. Его главная задача была вернуть. Потому что ковчег, это место присутствия. Давид любил присутствие Бога. Ему нужно было присутствие. Ему нужно было его присутствие. Поэтому он и говорит в этих псалмах. Я сокрылся бы в твоем, в твоей скине. И созерцал бы твою красоту. Это то, что, то, к чему сегодня всех нас он призывал. Это то, для чего он пришел. Это то, для чего Дух Святой пришел. Чтобы мы начали созерцать его красоту. Чтобы мы начали созерцать, как он прекрасен. Созерцать его любовь к нам. И Давид, он совершает эти две попытки. Это два завета. Это очень просто понимать. Он взял эту телегу. Это был Ветхий Завет. Это был прообраз дел. Он взял эту телегу. Поставил туда этот ковчег. Попросил Озу и еще отборных солдат. Там были отборные солдатики. И написано, они шли перед ковчегом, эти отборные солдаты. И ковчег наклонился. И Оза прикоснулся. И Оза умер. А Оза переводится так. Силы человеческие. Человеческие усилия. И этот ковчег остановился, потому что Оза умер. И Давид испугался. Потому что его присутствие никогда не может прийти в нашу жизнь. Потому что мы прилагаем какие-то усилия. Ни наши способности, ни наши жертвы, ни наши усилия. Ни наши Озы. Ни наши какие-то попытки. Ни наша плоть. Ни воинством и ни силой. Мы ни при чем. Это не мы. Стали причиной его присутствия в нашей жизни. И Оза умирает. И все останавливается. И потом спустя какое-то время Давид слышит, что тот человек, которому попал ковчег, стал сильно благословен. И он понимает, я хочу его присутствовать. Знаете, чем был благословен тот человека? По-моему, Абеофар его звали. Он был благословен Божьим присутствием. Но если мы ставим себя. Вы знаете, в моей жизни появился Иисус, чтобы у меня появились прорывы в финансах. Это несчастье. Я не против всех вышеперечисленных благ. Что вы только не предложите. Я скажу аминь. Хорошо быть издались соленым, богатым. И все остальное. Все хорошо. Но самое величайшее благословение, которым мы когда-либо могли бы быть благословенны. Это Дух Святой. Чтобы благословение Авраама, Авраама. Это Дух Святой. Это было всегда благословение. Это было его сердце. Его присутствие среди нас. 24-часовое. И Давид бежит к этому ковчегу. Ему нужно его присутствие. Вот тянет присутствие Бога. Вот тянет Дух Святой. Я думаю, что он до конца не мог понять, что с ним происходит. Я думаю, что его не понимали люди, которые рядом с ним находились. Жена его точно не понимала. Она не понимала, что он скачет, что с ним происходит. Но он берет этот ковчег. И он уже несет его. И там совершается такое священное действие. Они делают шесть шагов и приносят в жертву семь овнов, семь козлов. Но опять делают шесть шагов и на седьмой шаг приносят. И совершается вот это шесть, и на седьмой шаг приходит жертва. И это символ. Знаете, почему там было два козла и два овна? Семь козлов, семь овнов. Почему там было как бы две жертвы? Потому что это прообраз смерти Христа. Потому что когда Христос умирал, он умирал там не один. Потому что присутствие, которое в нашу жизнь приходит, оно приходит только по одной причине. Потому что когда он висел на кресте, там висел не только он. Там были все мы. Все мы были распяты вместе с Ним. Там был распят Христос. И во Христе были распяты все мы. Все мы были распяты с Ним. В Захарии, в девятой главе, там написано пророчество о том, что, о меч, пойди на ближнего моего, на пастора моего. Порази пастора моего. И рассеет солнце. О каком мече идет речь? О чем пророчествует этот пророк? Он пророчествует о том Херувиме, который стоял между деревом жизни и между всем человечеством. Этот Херувим, который не пускал в присутствие Бога людей. Который охранял людей, которые имели вину. Этот Херувим, это один из переводов, говоря так, что можно было бы перевести не просто Херувим с мечом, а Херувим как меч. Охранял вот эту попытку человека прийти к жизни. А кто это было дерево жизни? Это был Иисус. Это был Он. Это был Отец. Это был Дух Святой. Это Он и есть это дерево жизни. И Он говорит, о меч, пойди на ближнего моего. Это пророчество о Христе. Когда меч вонзается в Него, и открывается завеса, разрывается завеса. И больше ничего не мешает нам жить. Двадцать четыре часа. Двадцать четыре часа. И Давид приносит этот ковчег в Иерусалим. И он делает палатку. Ставит палатку. Он не делает, как делал Моисей. Он не собирается за ним повторять. Он понимает, что-то не так там было. Он по наитию делает это. Он ставит палатку. И в центре палатки ставит ковчег Божьего присутствия. И запускает туда. Двадцать четыре часа в сутки. В течение часа двенадцать человек заходят вокруг ковчега. И поклоняются присутствии Божьего. Они поют псалмы. А Давид пишет эти псалмы. И они наслаждаются. И Давид заходит туда. И потом через час выходят этих двенадцать человек из скинии Давида. И заходят другие двенадцать человек. И это продолжается сорок лет. Это продолжается сорок лет. Сорок лет. люди заходят в присутствие Божие, 40 лет и Богу нравится эта скинье и Он выбрал эту скинье Он выбрал Он ищет этих людей, которые пройдут туда, которые пойдут туда в Его присутствие которые возьмут то, что нам дано через смерть и воскресение Христа не наши силы не наши усилия не наши величайшие посты не наши какие-то величайшие жертвы ни одна жертва человека не является причиной присутствия в нашей жизни Святого Духа есть только лишь одна жертва это смерть Христа на кресте когда меч пронзает его и он как завеса разрывается вы знаете, что на завесе были нарисованы херувимы разрывается завеса и есть доступ к ковчегу и мы приступили к ковчегу и мы находимся рядом с ковчегом я много раз наши люди знают, что я я не люблю песню я вхожу в святое святых я ее не люблю вообще потому что она абсолютно не соответствует истине потому что если мы входим в святое святых значит мы оттуда постоянно выходим и они говорят а как тогда петь, пастор как ее петь? я говорю, пойти ее так я хожу в святом святых или я уже в святом мне без разницы но я не вхожу туда я и вообще не мог туда никогда войти это он взял в себя все человечество. Он вплел в себя всех нас, стал нами. Принял удар меча на кресте. Умер и с Ним все мы умерли. Воскрес, и все мы с Ним воскресли. И Он ввел, это Он ввел нас за эту завесу. Это не мы туда входим. Это страшная ересь. Никто из людей никогда не мог туда зайти. Он нас завел за завесу присутствия. Это Он своею смертью и воскресением воскресив нас собой Павел говорит, разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся в смерть Христа, в смерть Его крестились. Мы крестились с Ним в смерть. Мы подтвердили своим водным крещением, что мы умерли с Ним. Чтобы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в совоскресшиеся Христом жизнь, где уже Отец и Его абсолютное пребывание с нами. Всегда. Всегда. Разве ты не знаешь, что ты имеешь доступ к Отцу? Всегда. Иисус говорит, Отец, ты во Мне, а Я в них. Где Отец? Где Отец? Иисус говорит, 17 глава Евангелия Татьяна? Он говорит, Отец, ты во Мне, а Я в них. Где Отец? Где Отец наш? Где наш Папа? Где наш Отец? Он там, где-то на небе, в недоступном свете? А если я вам предложу другую версию? А если этот недоступный свет мы? А если мы и есть тот самый недоступный свет? Ведь Он же сказал, вы свет мира. Ведь Он же нас назвал этим светом. А если мы и стали этим местом пребывания Его в нас? Потому что Его страсть-то была в нас поселиться. Его желание всегда было сократить эту дистанцию до самого... Невозможно больше ничего добавить. Его всегда желание было прийти, взять на себя удар в меча, разорвать завесу, войти в нас, а мы вошли в Небесу и стать с Ним на знамя одно. Это и есть спасение. Это и есть скение Давида. Это и есть его страстное желание. И теперь ничего нас не разделяет с ними. Ничего, вообще ничего. Вот просто ничего. А почему я его не чувствую? Потому что иногда, знаете, наши религиозные мозги настолько наполнены вот этими телегами с коровами, этими озами, которые все еще пытаются эту телегу тащить. Которые все еще пытаются, знаете, скакать изо всей силы, чтобы он тебя услышал, кричать изо всей силы. Я сегодня так восклицал, но я не восклицал не потому, что он где-то там далеко. Я восклицал настолько от радости, что я переживаю его внутри себя. Я так сильно Дух Святой переживаю. Это самая величайшая награда. Это самое прекрасное, что с нами могло произойти. Он поселился внутри нас, друзья. Это не теология. Христианство – это не теология. Он пришел в самый тот момент, когда в Израиле жили люди вообще необразованные. Если бы он хотел просто образованных людей, он чуть попозже бы пришел, на пару веков. Там началась уже вот эта вот греческая жизнь, где книги, познания. Но он выбрал не эти века, он выбрал неграмотных людей, потому что он хотел не просто, чтобы мы записали все и знали все. Хотел всегда, чтобы мы начали познавать его. Поэтому он неграмотным пришел, которые не могли себе позволить пойти в искушение, узнавать. Которые не могли себе позволить это искушение. Он пришел к людям, которые ничего не могли узнать. Пришел к людям, которые могли только познать, познать, познать Бог более познаваем, чем понимаем. Он всегда хотел, чтобы мы были в потоке познания. Друзья, я вам предлагаю Я вам предлагаю В эти дни Знаете, поднять планку своего Носа, я не знаю Просто своей какой-то внутренней жажды Что-нибудь, Бог мой Если ты чувствуешь, что в твоей жизни Ты идешь, да, ты переживаешь Где-то Дух Святой Переживаешь, какие-то у тебя есть брызги Что-то ты Дух Святой, тебя бы не было здесь Если бы ты не любил бы Дух Святой, это 100% Но если ты чувствуешь, что ты Где-то вот мелко Если в твоей жизни мелко, мало Это время, когда просто нужно Задел сделать Нам нужно всем с вами здесь Знаете, и завтра, и послезавтра Прийти с ожиданием этой глубины Бог мой, поведи меня на глубину Приди ко мне ночью сегодня Приди ко мне ночью, посети меня А это про меня, это про тебя Если это было про Самуила То это значит, что это про тебя Ты больше Самуила, ты старше Самуила Он был мальчиком Значит, это и про тебя Он был вообще из непонятного рода какого-то Он не был из левия колена Неизвестно с какого колена Не важно Павел говорит, все почитаю за мусор Ради превосходства познания Знаете, познание, вот это превосходство познания Это была цель Павла Он сказал, я все за мусор почитаю Он говорит, я еврей от еврея Я из колена Вениминова Все, 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 все Парисей, все знаю, все, все это мусор Ради превосходства познания Познание, вот что интересовало Павла Я предлагаю вам сегодня, я хочу сейчас микрофон отдать моему другу, который очень близко для меня стал. Это такая, знаете, в жизни есть божественные связки. Я хочу еще в эти дни потихонечку приветствовать тех гостей, которые здесь находятся. Но это будет такой, как бы, как слой за слоем мы будем снимать. Мы сняли слой с, знаете, какой тортик многослойный. Вот Нигару, она уже сон увидела, высвободила. Хочу сейчас позвать Марка, друга моего, с которым мы познакомились, я не знаю, два года, наверное, примерно где-то. Это потрясающий дар, очень сильный, сильный дар. Но меня восхищает в нем не просто дар, меня восхищает в нем познание. Он любит Дух Святой, он любит, он ищет вот этой глубины. Друзья, я вам предлагаю во все эти дни, знаете, как открыться для того, чтобы Бог мой... Я если сухариком стал, я не хочу больше быть сухариком. Размочи этот сухарик, пожалуйста. Скажи со мной, возьми меня как сухарик. И возьми в свой сладкий чай, макни меня. Размочи меня, Господь. Нет, если хочешь, замочи, но я не... Лучше размочи меня, Господь. Закрой свои глаза сейчас просто. Скажи, размочи меня, Господь. Посети меня, Господь. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. Каждый, кто здесь, размочи каждую сферу в жизни, которая засохла. Каждый, кто здесь, пусть переживет эту глубину познания тебя. Жизни, которая нам дана через смерть и воскресенье. Если ты с Самуилом говорил, и с нами говори во снах наших и в ночных видениях, говори к нам, как ты говорил Самуилу, Самуилу, Самуилу. Обращайся к нам и говори, Максим, Максим, Дима, Дима, Ира, 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 Настя, Настя. Спой нам песни, Господь. Те свитки, которые написаны про нас. Те песни, которые ты спел нам. Те поцелуи, которые ты приготовил. Размочи каждый сухарик здесь. Даже те, которых сегодня еще нет, они завтра придут. Размочи каждый сухарик. Размочи каждое сердечко. Ведь сердце уже не каменное. Мягенькое. Способное принимать. Ты дал нам. А если где-то оно спазмировалось, наша душа, наш дух, наша способность принимать от тебя и слышать твой голос, сделай массаж всех наших частей нашего бытия. Прикоснись. Сними спазмы с нашей души. Сними спазмы с духа. Обнови. Обнови. Дай нам переживать тебя в эти дни. Пусть это скиния Давида. Это стопроцентное. 24-часовое пребывание Твое в нас и среди нас накроет нас и ночью. Накроет нас и днем. И пусть эти потоки, как соки, как вода живая текут из чрева нашего, наполняя все больше и больше и больше и больше. Ведь ты всегда хотел пребывать с нами. А сегодня ничего больше не разделяет нас с тобой. и мы не собираемся употреблять какие-то особенные усилия, как Оза. Мы принимаем твою жертву. Мы принимаем, что ты умер, и я умер. Скажи со мной, ты умер, и я умер. Павел говорит, для меня уже ничего не значит ни обрезание, ни Оза со своими силами, ни необрезание. Он говорит, для меня вообще ничего это больше не значит. Но для меня весь мир распят. И я распят. Скажи со мной, и я был распят с тобой, и я воскрес с тобой, и я с тобой уже одно. И мы с тобой стали один новый человек. И ты наша голова. Поэтому я жду твои поцелуи. Я жду твои объятия. Я жду, чтобы ты со мной работал, говорил со мной. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Могущественное твое имя, Иисус! Содрогающее имя, Иисус! Пусть высвобождены будут твои ангелы и посетят сегодня ночь те свитки твои, которые о нас написаны, чтобы нам идти и в следующем сезоне, как в свитках твоих о нас написаны. Прочитай нам эти свитки. Прочитай нам твои слова. Потому что не хлебом жив человек, но твоим словом, написанным в твоих свитках, живым словом, сильным словом. Говори к нам на эти дни конференции. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Друзья, давайте поприятствуем Марка. И не спешите никуда уходить, друзья. Мы будем сегодня молиться и возлагать руки. У нас Господь нам дал сны пророческие о том, что будет происходить здесь. Мы будем возлагать руки все дни. Все дни, которые будут. И верю, что здесь будет наделение. И верю, что люди будут исцеляться. Принимайте. Здесь столько людей, на которых есть очень сильное помазание. Когда нам вас будут возлагать руку, знаете, как губка впитываете то, что происходит. Вы можете не чувствовать ничего, но вы сто процентов будете получать. Марк, спасибо тебе. Передаю тебе. Хорошо, драгоценные. Приветствую вас всех. Я очень рад и счастлив здесь быть с вами. И я просто сейчас хочу, чтобы мы, находясь в присутствии Божьем, мы сейчас сказали просто спасибо Духу Божию. Спасибо тебе, Дух Святой. Пусть это будут сейчас не просто слова. Пусть это будут слова из сердца. Спасибо тебе, Дух Святой. Ты несомненно здесь, на этом месте. У тебя несомненно есть цель для этого места. Дух Святой, ты ощутим здесь, как никогда. Мы почитаем тебя на этом месте. Мы не ждем тебя. Мы знаем, что ты здесь. Мы почитаем твое действие. Мы почитаем тебя, как личность, как утешителя, как наставника, как дух любви и дух откровения. Мы почитаем ангельскую работу на этом месте во имя Иисуса. мы почитаем действие Духа Божьего посредством, через ангелов. Ангелы, ангелы, мы приветствуем вас на этом месте, посланные для того, чтобы совершить ту цель, которая вам дана, как задание для этого места во имя Иисуса. спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Ты Бог среди нас. Я благодарю за внутреннее, за внешнее ощутимое присутствие на этом месте. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Дух Божий. Пусть тебя на этом месте будет как можно больше. Пусть тебя будет на этом месте очень много. Но нас, как людей, как личностей, будет как можно меньше во имя Иисуса. Пусть вся слава будет отдана только тебе. Пусть прославишься ты через нас. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо, Господь. Драгоценный, я хочу вас поприветствовать в присутствии Божьем. Могу быть выше, услышать ваши аплодисменты. Спасибо нашему Господу. Он драгоценен. Он важен сегодня. Друзья, я хочу поделиться очень коротким посланием. У моего послания нет названия. Я просто хочу поделиться определенными фундаментальными вещами, что Бог собирается делать в эти дни для нас. Аминь. Хочу, чтобы вы были внимательны, чтобы вы услышали меня. Дорогие, знаете, у Бога у Него всегда есть цель. Бог ничего не делает без Своей цели. И Бог всегда, когда Он хочет использовать определенную цель для определенного места, Он все делает для этого. Потому что, я еще раз повторюсь, Бог, Он Бог цели. Бог никогда не бросает Слово на ветер. Бог никогда не посылает Своё Слово для того, чтобы оно не исполнилось. Но Бог отправляет Своё Слово для того, чтобы оно исполнилось. И я хочу вам с точностью сказать от Духа Божьего, что почта, она уже в пути. Почта уже в пути для того, кто нуждается в этой почте и в этом послании и на этом месте. И я подтвержду это тем, что мне Господь открыл до приезда сюда. Знаете, драгоценные, нам очень важно понимать духовный принцип, как работает духовный мир. У Господа все очень просто. Это мы, как люди, очень сильно все усложняем. И знаете, дорогие, когда мы ждем от кого-то письмо, мы ждем и знаем, что к нам не придет сам директор этой почты, но к нам будет послан почтальон, который принесет нам это письмо. И в этом процессе есть три звена. В этом процессе есть отправитель, в этом процессе есть тот, кто приносит, и в этом процессе есть принимающая сторона. И знаете, драгоценные, я хочу вам сказать, что Бог свою работу и свое действие Он совершит. Но насколько сегодня мы, как люди, которые являемся получателями этих писем, этих откровений от Господа, открыты для Него. Вы знаете, что откровение и письмо от Господа, оно может пройти мимо. Почему? Лишь только по одной причине. Потому что я не ожидаю эту почту. Я не жду, что она придет ко мне в это время и на этом месте. За несколько дней до приезда сюда Господь дал мне пророческий сон. И я убежден, что это важность для многих людей, которые здесь присутствуют на этом месте, и для меня лично. И в этом сне я увидел вереницу машин. Очень много было машин, которые ехали, и они как ехали, как они были сцеплены с друг другом. И они шли все в одном направлении по определенной протоптанной дороге. И во сне я был как наблюдатель, и я услышал, как Дух Божий спросил меня, что ты видишь? Я говорю, я вижу машины. Это не просто машины. Это люди, которые так нуждаются сегодня в моем откровении, чтобы не быть похожими друг на друга, чтобы не идти просто в этой связке, потому что кто-то так сказал. Но для того, но для того, чтобы им быть целостной духовной личностью, им нужно откровение от меня. И для этого я пошлю на эту конференцию, я просто передаю то, что мне было сказано. И эту конференцию посетит ангел, и имя ему будет ангел откровения. И я хочу сказать, что Бог уже отправил свою почту. Письма уже в пути. Послания уже в пути. Все уже сделано для того, чтобы ты получил то, что ты должен получить. Но тебе важно быть в ожидании. Дорогие мои, я хочу вам сказать, я не знаю почему, но я знаю, что это важно сейчас. я хочу сказать, что тот, кто отвергал, не принимал работу ангелов, говорил что-то на людей, которые это проповедовали, и вы это делали от незнания, пожалуйста, покайтесь за это. Потому что я хочу вам сказать, Бог, Он делает на земле работу тремя способами. Он это может сделать сам лично, Он это может сделать через человека, и Он это может сделать через своих ангелов. И через своих ангелов Он выполняет большую часть работы на земле. Я не говорю сейчас про поклонение. Поклоняемся мы только Господу. Но нам важно понимать, как работает духовный мир. Когда мы понимаем, как работает духовный мир, мы начинаем открывать себя для духовного мира. И ангел откровения сегодня, он посетит это место. Я верю, что он уже здесь. И нам нужно быть открытым для этого. Спасибо, Господь. Драгоценные, знаете, я хочу вам сказать, что это событие, оно планировалось за долгое время в физическом мире. Люди, многие были подключены, команда, многие ресурсы были подключены. И это событие состоялось. Я вам хочу сказать, что в духовном мире происходило гораздо большее. Такая же подготовка этого события. Потому что есть определенная категория ангелов, которая занята тем, чтобы подготавливать то место, где должна совершиться работа Божья. И вам нужно понимать, что уже на этом месте Бог знал, что придете вы, что приедете вы, что посетите это место вы. И уже все было приготовлено для того, чтобы вы приехали не только в физическом мире, но и в духовном. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами просто поблагодарили духовный мир тем, кто был связан в связке для того, чтобы это событие совершилось во славу Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебя за это. Спасибо, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Дорогоценные, я хочу также прочитать одно местописание. Но нужно понимать, драгоценные, что Библия говорит такие слова, что Бог послал Своё Слово, чтобы исцелить нас. Бог отправил Своё Слово, чтобы произвести Своё действие. Но вот кто это послание доставляет до нас? Кто это послание это и есть ангелы? Нам важно понимать, дорогие, и я знаю, что здесь есть люди. Вы устали от служения. Вам тяжело нести служение, в котором вы находитесь. Вы хотите оставить служение. Я вам хочу сказать, есть две причины, почему так происходит в вашей жизни. Первое, это потому, что то ли вы находитесь не в своём призвании, либо не в своём сезоне, либо вы не переживаете в своём служении поддержку и помощь ангелов. Вы знаете, что когда Иисус находился в пустыне, он дважды был искушаем сатаной, и в этом контексте сказано именно об ангелах. Он говорил, что спрыгни, и ангелы, они что? Они помогут тебе, но он говорит, не искушай, потому что, дорогие, нам важно понимать, до, до пустыни Иисус, и в самой пустыне Иисус не взаимодействовал полноценно с ангелами в своём служении, потому что он не был ещё в служении. Знаете, мы можем с вами переживать посещение ангелов, мы можем переживать помощь ангелов, но хождение и взаимодействие с ними это совершенно другое. Совершенно другое понимать, кто вовлечён в твоё служение, кто присутствует в твоём служении, кто послан для того, чтобы охранять твоё служение, кто послан для того, чтобы поддерживать твоё служение, кто послан для того, чтобы предупреждать об опасностях, которые могут прийти в твоё служение, где тебе нужно, можно будет свернуться быстро, переместиться, переместиться самому. Нам нужно понимать это. Но Библия говорит, когда Иисус Христос, Он вышел из пустыни, что там написано? Ангелы начали служить Ему. Они начали служить и они начали взаимодействовать с Ним. Я хочу вам сказать, что служение Иисуса было успешным, потому что в Нём была вовлечён, в Его служение была полная вовлечённость ангельской работы. Будет ли ошибка, если мы скажем, что Дух Святой не вовлечён в моё служение? Абсолютно нет. Бог абсолютно нет. Я вам хочу сказать, что я очень много говорил о Духе Святом. Это моё центральное, это моё сильное послание. Я пережил встречу со Святым Духа. Но недолгое время назад Господь дал мне понимание ещё более глубокого понимания, что есть ангелы, которые вовлечены в моё служение. Есть ангелы, которые помогают мне. И я хочу, драгоценный, я не знаю, как вы, но я хочу знать, кто послан с неба, чтобы помогать мне во имя Иисуса. Я хочу знать, кто хочет и кто будет ходить со мной в моём служении в соответствии с моей гранью. Ангелы не будут слушать кого угодно. Мы думаем, что сегодня мы скажем ангел, иди, пойди, и он пойдёт и сделает. Но когда ты знаешь, кто сотрудничает с тобой в служении, и ты взаимодействуешь с ними, тогда они будут прислушиваться. И они будут делать, что ты говоришь от Господа им и для них. Ведь смотрите, как Библия говорит, драгоценные. Библия говорит, что ангелы, что делают? Они внемлят голосу Божьему. По-другому, в другом переводе звучит так, что ангелы внимательно прислушиваются к тому, что говорит голос Божий. Но голос Божий зачастую говорит на земле через кого? Через человека. И к чему мы подходим? Мы видим, что ангелы, они внимательно слушают, что ты говоришь от Господа для того, чтобы пойти и исполнить это слово. Чтобы закончить его, воспроизвести его в действии. И слово начало действовать. Поэтому Библия и говорит, что он послал свое слово и слово исцелило. слово произвело свое действие. Поэтому, драгоценные, на этом месте Господь будет говорить к вам. Господь будет говорить к вам лично. Господь будет говорить к вам через людей. Будьте открыты для этого. И пусть то, что будет высвобождено, будет принято вами. И ангелы, они завершат то, что было сказано и подтвердят что это есть истина для вас. Аминь. Драгоценные, я верю, что на этой конференции Бог очень сильно хочет показать вам, как Он любит вас и как Он желает быть вовлеченным в правильное направление вашего транспорта. Вас самих. Чтобы сила пришла от Господа и чтобы вы обновились. Вы обновились в силе и могли продолжить то, что вы начали и вы это закончили. Но для этого нам необходимо понять, кто за этим стоит. Кого посылает сегодня небо для того, чтобы помочь нам в этом. В пятой главе Иоанна о втором событии расскажу вам, которое должно произойти на этой конференции. Библия говорит в пятой главе Иоанна после всего праздника Иудейского Иисус пришел в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Друзья, будьте сейчас внимательны, пожалуйста. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал там воду. И тот и тот кто и тот выздоравливал какой бы не был одержимый болезнью, кто опускался в эту воду. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит, уже долгое время говорит ему, хочешь ли ты быть здоров? Больной ответил ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, тогда, когда возмутится вода, тогда же, когда я, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и иди. Друзья, я хочу вам сказать, что вода, о которой здесь идет речь, это как прообраз, хочу, чтобы мы в этом увидели прообраз. Вода это атмосфера, это атмосфера, в которой сегодня мы с вами находимся. И Библия говорит, что ангел сходил в эту воду, в эту купальню для того, чтобы возмутить эту воду. Библия говорит, что люди ожидали движения воды. Я хочу, чтобы мы сегодня на этом месте ожидали с вами движения атмосферы Божьей, чтобы мы сегодня ожидали и были в ожидании, что атмосфера Божья, она будет приготовлена для того, чтобы Бог, чтобы Дух Божий, чтобы ангелы могли сделать то, для чего они будут посланы. И смотрите, Библия говорит, что время от времени ангел сходил. И хочу вам сказать, что у ангелов, у них есть время, определенное время, назначенное время, когда нужно прийти и исполнить то, для чего они посланы. И когда возмущалась вода, человек опускался в воду и исцелялся, какая бы, какая-либо не была бы болезнь на том месте. И смотрите, что интересно, больной, который болел 38 лет, он ожидал, что человек возьмет и поможет ему и окунет его в воду. Но у него это не получалось. Знаете, драгоценный, я хочу, чтобы мы прежде всего увидели здесь очень важный принцип в этом местописании. Бог желает, чтобы сегодня мы прежде всего не ждали человека, который нас толкнет, которого Бог использует для нас. Я хочу, чтобы мы прежде всего первое, что мы сегодня на этом месте ожидали, что Бог будет говорить ко мне лично. Вы представляете, Он ждал человека, но сам Христос пришел к нему. Сам Бог пришел к нему и не толкал его в воду, а сказал просто слово ему. Встань, иди ты исцелен. Я хочу, чтобы мы сегодня прежде всего ожидали Слово от Господа, чтобы мы прежде всего ожидали Христа, проявленного на этом месте, но также мы были открыты, это уже второе для ангельского действия, и чтобы мы были открыты уже как третье для человека. И Бога, действующего через человека. И видите, мы видим здесь три принципа, которые использует Бог. И Бог желает прежде всего, я хочу вам сказать это с точностью, что Бог желает говорить к нам лично. Говорить лично к тебе. Говорить лично с тобой. Второе, я еще раз повторюсь, Он хочет использовать ангелов для того, чтобы помочь тебе, принести тебе послания, даже говорить, учить тебя на этом месте. И третье, Он будет использовать человека, который будет тоже как инструмент Божий. Но я хочу, чтобы мы понимали вот эту расстановку. Но когда мы ждем прежде всего человека, мы минуем двух остальных главнейших принципов, которые Бог использует. Вы со мной, драгоценные? Я хочу, чтобы мы были открыты для этого. И пусть на этом месте вода, она будет возмущена настолько, насколько это возможно. И пусть эта атмосфера, она подготавливается в духовном мире для того, чтобы ангел, для того, чтобы Дух Божий, для того, чтобы мы, служители, были открыты, и чтобы мы могли сегодня высвободить то, что Господь желает высвободить для вас на этом месте во имя Иисуса. Хорошо? Слава Богу! Иисус, Он любит каждого из нас. И когда мы рассматриваем Божье откровение, которое приходит к нас, как любовь Божью, которая проявляется к нам, то этим самым мы уже открываем дверь для этого. Я хочу сейчас, драгоценные, и закончить свое послание. Я хочу, чтобы мы были открыты для действия Божьего на этом месте. Аминь. Дорогие, может быть, то, что вы делаете в повседневной жизни, отсоединитесь от этого на эти дни. Пускай атмосфера, пускай вода, она уже возмущается. Не только когда вы здесь, когда вы ложитесь спать, когда вы просыпаетесь, когда вы ходите. Пожалуйста, сфокусируйтесь, просто обратите свой взор на то, что Господь сегодня и в течение этих дней Он хочет совершить свою работу со мной. Но для этого, драгоценные, я хочу вам сказать, нам кое-что с вами потребуется. Нам нужно, нам нужно, это важно, об этом говорит Библия, нам нужно с вами открытые духовные глаза, нам нужно с вами открытые духовные уши, и нам с вами нужно чистое, любящее, понимающее сердце. Об этом говорит Библия в 13 главе Матфея, когда Иисус приходит и говорит своим ученикам, Он обращается и говорит им, что вам дан доступ к тайнам Божьим, к тайнам Царства Божьего. И Он говорит такие слова, что тому, кому дано, у того, у кого есть, будет дано и еще сверху. А у того, у кого нет, будет и отнято то, что Он имеет. И дальше Он говорит, блаженны вы, что ваши глаза, они открытые, что ваши уши, они открытые, что ваше сердце, оно понимающее сердце. Дорогие, но без Духа Божьего и без нашего желания, без нашей жажды это не произойдет. Мы очень много можем сейчас говорить, Господь, приди, Господь, сойди, Господь, сделай. Это, то, мы можем сейчас все здесь раскидать, начать молиться, чтобы это все само по себе встало и привело в порядок, пришло в порядок. Этого не будет, потому что Богу нужен ты, Богу нужен человек. Поэтому, драгоценные, я сейчас хочу коротко помолиться о том, чтобы наши глаза, уши и наше сердце, оно было готово для того, чтобы видеть, глаза для того, чтобы видеть, уши для того, чтобы слышать и сердце для того, чтобы понимать и принимать на протяжении всех этих дней. Потому что Библия говорит так же, что не видел глаз и не слышала уха и не приходила на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих его. Опять три, три, опять полнота, как Бог хочет говорить, показывать для нас определенные вещи. Поэтому будьте открыты для видений, будьте открыты для слов от Господа, будьте открыты для работы Духа Божьего внутри вас. Хорошо? Хочу, чтобы мы сейчас оставались. Закройте просто свои глаза. Я хочу сейчас коротко с вами помолиться об этом. Дух Святой, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя и почитаем Тебя на этом месте. Ты можешь даже возложить руки на свои глаза, как прообраз, на свои уши, когда я буду это сейчас договорить, и на свое сердце. Руки. Дух Святой, открой мои глаза. Дух Святой, открой мои духовные уши. Дух Святой, дай мне понимающее сердце. Дай мне любящее сердце, сострадающее сердце во имя Иисуса. Дух Святой, я еще раз хочу сказать, дай мне Дух Святой, открой мне мои духовные глаза, открой мои духовные уши, и дай мне понимающее сердце во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, мой Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Божий. Хочи талакис тенану негадысти. Хлоба фа анг гост лахар тэштоло намана фа унгахасты лодуш тимун дэ эндоло ра гост штор бидастара. Ла онко хордо кэхэлт тэштоло алина мошка фа гост тэна лэйн омооа гост кэлэста дэга барду агани эсдобола фа ути штэй галиста дэна ра гостэмээлт Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо тебе, Господь! Духом Святым открывай тайны, Духом Святым открывай нам тайны, Только Дух Божий может рассудить и показать все Духом Святым открывай тайны, Духом Святым открывай нам тайны, Духом Святым открывай нам тайны, Духом Святым открывай нам тайны, Что не видел глаз, не слышала ухо, что ты приготовил нам, что ты приготовил нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Духом Святым открывай тайна, Духом Святым открывай нам тайны, Только Дух Божий может рассудить и показать все. Духом Святым открывай тайны, Духом Святым открывай нам тайны, Что не видел глаз, не слышала ухо, что ты приготовил нам, Боже, Боже, святы, знаю ты рядом, Боже, святы, знаю ты рядом, Боже. Боже, святы, беря нам в леки Дух Святой, в леки мы жаждем больше, больше, в леки Дух Святой, в леки Дух Святой. Духом Святым открывай тайны, Духом Святым открывай нам тайны, Что не видел глаз, не слышала уха, Что ты приготовил нам. Музыка. 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 Я хочу в сердце знать Твое и быть с Тобою как одно. Всё, что я хочу в сердце знать Твое и быть с Тобою как одно. Господь, велика Твоя сила и разум не следим. Я хочу в сердце знать Твое и быть с Тобою как одно. Быть с Тобою как одно. Как велика Твоя сила, Твой разум не следим. Величие неизмеримо, Свят лишь ты один. Как велика Твоя сила, Твой разум не следим. Величие неизмеримо, Свят лишь ты один. Свят лишь ты один, Свят лишь ты один. Как велика Твоя сила, Твой разум не следим. Величие неизмеримо, Свят лишь ты один. Как велика Твоя сила, Твой разум не следим. Амен, величие неизмеримо, Амен, Амен, Свят лишь ты один. Амен, величие неизмеримо, Свят лишь ты один. Все, что нам нужно, Это ты. Все, что нам нужно, Это ты. Амен, величие неизмеримо, Свят лишь ты один. Все, что я хочу, Сердце знать твое, И быть с тобою как одно. Быть с тобою как одно. А теперь танцы! Жига! Жига-жига! 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 Помните, Ангелы записывают, кто не танцует. Они все расскажут папе. Как велика твоя сила Бой разум неизмерим Ты речи неизмерима Свят лишь ты один Как велика твоя сила Твой разум неизмерим Ты речи неизмерима Свят лишь ты один Как велика твоя сила Твой разум неизмерим Величи неизмерима Свят лишь ты один Как велика твоя сила Твой разум неизмерим Величи неизмерима Свят лишь ты один Свят лишь ты lain Свят лишь ты один Свят лишь ты один Как велика Твоя сила, Твой разум неизведим, Величие неизмеримо, Свят лишь Ты один, Господь наш. Как велика Твоя сила, Твой разум неизведим, Величие неизмеримо, Свят лишь Ты один. Святой, 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 святой. Святой, 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 святой. Святой, 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 святой Это у батарейка закончилась У бакерафона, но не у меня Слушай, если тебе мешают твои конеца Сатурна Это не вида Знаете, танцы для Господа Это лучше любого БП Это я вам говорю Попробуй 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 Эй, 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 э Эй! Эй! Огромное количество пророческих снов, невероятно в точку попадающих. Я доверяю пророкам. Марк сказал, сегодня возлагать руки не надо. Сегодня надо танцевать, радоваться и поднимать руки. Вся стратегия была в этом. Еще одна просьба, друзья. Сегодня, когда придете домой, мой вам совет. Не включайте новости, не входите в этот мир земных, вот этих вот всех шумов. Этот шум земной. Избежите. Избегайте всех новостей. Чтобы вам, знаете, не дать возможности вас вот этим шумом обворовать. Чтобы вы за эти дни не смогли быть обворованы шумом новостей. Первого, второго или четвертого, двадцать пятого канала телеграммов, инстаграммов и так далее. Я вам советую всегда, в такие особенно сакральные времена, когда какая-то конференция, отключиться от соцсетей. Вот. Ложиться спать, знаете, не поздно. И попытаться, ну, если вы ночью проснетесь, и у вас будет посещение, что-то Дух Божий будет вам говорить, обязательно запишите. Обязательно запишите то, что Господь вам скажет. Не надейтесь, что вы запомните. В большинстве случаев люди забывают утром то, что Господь им давал как послание. Поэтому, все, сегодня мы прощаемся с вами.